Здравствуйте! В этом видео я хочу вам рассказать о ролевых играх на местности на примере игры «Железный трон». Оруженосец работает. Вот он все шьет. Оруженосец должен всегда быть при деле. Чем вы не этот? Мне не важно чем ты занят. Главное, чтобы был занят. Да. То есть это первый принцип, как говорится, воспитания рыцарства. Вот так мы живем здесь. Сейчас мы наблюдаем строительство локации староместной игре. Как правило, материалы для строительства закупаются на взносы игроков, а само строительство осуществляется силами самих игроков примерно за неделю до игры. Среди игроков всегда найдутся любители построить что-нибудь эдакое, и такие любители руководят стройкой. В настоящий момент мы видим, как ведется постройка крепостной стены. А снизу вырыта яма. Наверняка вы уже догадались, что это пыточное. Некоторые игроки любят острые ощущения, однако стоит заметить, что играть в это дело сугубо добровольное. А перед началом игры все игроки переодеваются в антуражные одежды, соответствующие их роли, и собираются на локационный парад, где знакомятся друг с другом и рассказывают о своих персонажах. И так, жители Староместа, всем привет! Меня зовут Лорд Лейтон Хайтауэр, и я имею много титулов, главный из которых — «Защитник Староместа». Я управляю этими землями, и сейчас потихоньку хочу для вас, для всех представить основные команды здесь присутствующие, чтобы все там знали, кто у нас живет, к кому можно в случае чего обратиться. А если бы он кого забыл, то не обижайся, что он же пожилой человек. Да, если что, я дедушка, не смотрите на него. Сейчас мы наблюдаем общеигровой парад. На параде мастера представляют локации, команды и именитых персонажей. Также на параде мастера могут доводить значимую информацию. Как вы наверняка догадались, мастера на игре — это некие администраторы, которые контролируют игровой процесс, однако вмешивают с себя только в случае крайней необходимости. Отмечу, что мастера, в свою очередь, являются и разработчиками самой ролевой игры. Поведите нам Серсею Ланнистер, покажите нам Серсею Ланнистер, лорд Камен, покажите нам ее. Поведите Серсею Ланнистер в Каристалищину, пожалуйста. А также его брат Иван Ланнистер. В это время за трибуной происходит подготовка всадников, реконструкторов рыцарских турниров. Как мы видим, эти всадники переодеты в доспехи, стилизованные подселенную Мартина. И через некоторое время они нам покажут моделирование рыцарского турнира. Этот турнир будет как стартовая точка начала игры. И его противник, один из лучших воинов с теми королевств, белый плащ, Сир Бористан Салмиев. Встречаем Сира Бористана Салмиев. Да нас ждется бой! Мистер Герой, с команды начало игры. Да начнется! Стой! Да здравствует Рыгар Баргариев! По традиции конного турнира, победитель принц Игорь Таргариев закончил пенальный бой. Должен выбрать принцессу, любви и красоту, главную даму из Тараса. Молодец! После турнира я тоже решил сесть за коня, ведь мой персонаж имеет рыцарское происхождение. Вот и началась ролевая игра. Все радуются, я радуюсь. Мы долго этого ждали, почти целый год. А сейчас мы наблюдаем живое взаимодействие. Мы находимся на территории Септы, там где поклоняются семи богам Мистероса. Предлагаем вам насладиться общим видом локации старое место. Мы видим смоделированный город, крепость и дворец Хайтала. Слева расположился элегантно торговый дом, двигатель экономики старого места. А справа расположились торговые лавки, где можно было купить изделия из кожи, металла, которые производились, как правило, прямо на игре. Сейчас мы наблюдаем кузницу, в которой кузнецы прямо на игре ковали различные изделия и продавали их за игровую валюту. Сейчас мы находимся во внутреннем дворе крепости. Это боевая зона, ее можно штурмовать. Напротив ворот находится замок с зеленой крышей и белыми стенами. Как мы видим, во дворце происходит игровое взаимодействие, научный диспут юных ученых, которые делятся своими познаниями в области алхимии. Справа находятся и другие помещения замка, в которых также происходит игра. Вот и я со своим оруженосцем, закончив игровое взаимодействие, пошел искать приключения дальше. А так выглядит со стороны тракта. Дворец Хайтауэр и башня Хайтауэр, которые сделали игроки так, что на нее можно залезть на самый верх и наблюдать все, что происходит вокруг. Далее мы наблюдаем игровой кабак, где за игровой деньги можно было что-нибудь выпить или даже поесть. Заней зеленой крышей это бордели, где можно было получить массаж. А с серой крышей это баня, настоящая баня, в которой я даже умудрился попариться. Немножко понаблюдаем с вами за одеванием доспехов рыцаря на игре. Хочу рассказать небольшой секрет. Рыцарь это такой несчастный и беззащитный человек, если у него нет оруженосца. Ведь самостоятельно он доспех одеть не может. В целом, одевание доспеха занимает от 10 минут до... двух часов. Это зависит прежде всего от навыков оруженосца. Вот мой оруженосец, хоть и балбес иногда, но одевает доспехи почти идеально. Ведь я его тренировал этому навыку долго и упорно. Ну и волшебный подзатырник порой незаменимый помощник на пути совершенствования оруженосца. Вы наверняка спросите, а зачем тогда ехать оруженосцем, если можно приехать сразу рыцарем? С удовольствием отвечу на этот вопрос. Ведь пока ты оруженосец, ты можешь получить уйму положительных и острых ощущений на пути становления рыцарем. А вот и еще один рыцарь пытается доспешиться. Не обращайте внимания, что вокруг него одни палатки. Просто он это делает в пожизневой зоне. Пожизневая зона создана для отдыха, чтобы расслабиться от игры и просто поговорить с друзьями. Вот небольшой отрывок подобных разговоров я предлагаю вам послушать. Надо еще бантуражик вокруг убрать. Не лезет? Не лезет? Нет. Не лезет. Это не лезет. Сынка, ты смеетану, а потом бабу соль. Мамку, ни укринку не лизы. Что, нет? Наделся, нет, Саша? А, сейчас. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Внизу-то никуда. Не со стены, сбоку! Еще раз повтори сбоку. Сашка, повтори. Как главное оттуда тебя потом доставать? Это же, как я на пани залезаю. Усадка шлема. Иди сюда. Иди сюда, подожди. Не застегивай пока, Саша. Я себе чуть-чуть шлепку свихнул. Папа, папа. Конечно, от березки-то биться. Нет, когда просто шлепать. Входим в наших странствах, мы решили перекусить в катаке. Пусть он. А, ожидайте. А, ожидайте. Крепать почерп. О, карточка. По местным шелмам. Сейчас вы видите небольшой кусок наших странствий. Напоминаю, что все постройки сделаны были специально для игры и после игры разбирались. Играет музыка. Играет музыка. Мы подходим к крепости Близнецов. Как видим крепость соединена с собой мостом через рог. Чтобы пройти через эту крепость нужно было заплатить пошлину. Прям как в таможне, в средневековой таможне. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Пока мы идем Хочу вам рассказать о расстояниях на игре Полигон достаточно большой И чтобы пройти Из одной крайней точки До другой крайней точки Можно потратить Час Если вам по пути Никто не помешает А на пути встречаются порой И разбойники, и торговцы И бродячий цирк Ну в общем много всего интересного И неожиданного вас ждет И вот мы с вами В северных землях По пути нас ждет Винтерфелл Сейчас мы заходим В локацию Винтерфелл Хочу отметить от себя Что эта локация мне больше всех понравилась Своим моделированием Средникового города Субтитры добавил DimaTorzok Предлагаю лицезреть игровое взаимодействие. Сиртона расскажет легенду. Есть этим праздничным событием. Мы хотим читать от первых семи книги, которые посвящены дару Боя, на которую мы поднесли. Когда Боя создавал мир, каждый из семи витков принес так. И созданный мир был прекрасен. И целованным вечное лето. И не знали люди холода и ночью. Но забыли черный ветры. И пришла первая зима. Началось нашествие холодной цены. В лазе и в снеге наступали черные силы. И была в них лишь смерть. И двигают шлемы не кроме горячего, но лед же. Люди брали свои орудия и поднимались на битву с врагом. Но страх сковывался в царь. И обращались. Мы попали на игровую свадьбу. Эта свадьба имеет удивительную предысторию. Юноша, перед тем, как просить руки и сердца у самой красивой дочери главы семейства, дал обед. Что сначала она берется богатства и славы, чтобы соответствовать красоте невесты. А лишь потом женится на ней. Сказано, сделано. Но юноша так долго добивался желаемого, что его красивая невеста куда-то пропала. И ему пришло жениться на другой дочери. Отсюда совет. Делайте все своевременно. Верность и согласие. Если будет на то более семерых. Именем Натца благословляю вас и обещаю вам справедливый суд в мире ином и покорительстве семерых. Именем Матери, подательницы и милости благословляю вас и обещаю благодать и милосердие, что будут пребывать с вами походы вы не наружу с данных обетов. Именем Кузнеца Небесного Труженика благословляю вас и обещаю, что в честных трудах не оставит его благословение вас и в детей ваших и в трупы ваши. Именем Ставица благословляю вас и обещаю, что мудрость ее наполнит вас в трудные дни. Именем Воина благословляю вас и обещаю защиту, пройдя сущей храбрости, иметь благоразумие, что укрывает вас от всяких бед. Именем Дева и Чертога ее благословляю вас и обещаю красоту вашим детям, счастье вашему дому, богат Небесного Чертога, в котором будете вы вместе, как и на земле. Именем неведомым обещаю вам исполнение сокровенных ваших желаний и сурового воздания за нарушение данных обетов. И да будет так, теперь от сына, вы можете благословить союз двух родов, приняв на учреждение семьи и обмене спрощать. Невеста, я жену, этим поцелуем я клянусь к тебе в любви. Мы наблюдаем, как я посвящаю в рыцаре духа роженосцев. Вы наверняка удивитесь, почему роженосцы девушки. На игре я был удивлен не меньше вашего, уж поверьте. Дело в том, что в разной локации на игре роженосцами рыцари завелись девушки, которые по игре скрывали свой пол. Они обе доболестно и достойно служили. Тем заслужили право быть посвященными в рыцаре. А мне уготовлена честь провести указанный обряд посвящения. Так я стал участником появления духа Джандарк, или по миру Мартина, Бриан Старк. У нас еще одно посвящение. Эмбри. Эмбри. Ты также доблестно служил мне, верой правдой. Ты был в том походе. Ты, несмотря на все, скажем так, простоватости, смог завоевать эту возможность. Конечно, я надеюсь, ты не забудешь все мои роты, которые я пытался там учить, но я думаю, что в этот день ты готов стать рыцарем. Дай меч и приступить к посвящению. Пойди, если бы я. На колонии. Дай свой перчат. Дай меч. Защищайся слабых. Будь верно, приятный. Держи слоя. Сражайся доблестно. Подними лица. А это, чтобы запомнили. Вставайся, Андрей. Да будет так. Да будет так. Сейчас мы с вами будем наблюдать осаду крепости Хайт-Тауэр, армия семи баратионов. Как мы видим, бойцы готовятся к отражению нападения. На каждом из защитников надета ленточка. Этот знак означает, что воин находится в армии обороняющихся, и он вряд ли сможет перепутать свою сторону в сражении, так как у атакующих цвет ленточки другой. Правила боевых взаимодействий представляют собой систему хитов. У каждого бойца, в зависимости от доспеха, имеется свой запас хитов. Каждый удар, который попадает по бойцу, снимает с него хит. После того, как хиты бойца кончатся, он считается тяжело раненым и обязан упасть на землю. Такого бойца можно добить, и тогда его персонаж погибнет, а можно и вылечить. У армии же своя система хитов, однако в этой системе каждый хит – это целая жизнь бойца. Как только хиты закончатся, все бойцы армии считаются тяжело ранеными. Боевые взаимодействия армии всегда контролируют мастера, которых можно отличить от игроков по надетой красной бандани. «Красной бандани. Это поляна, 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 поляна!» «Красная бандана!» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok